Добрый день, уважаемые телезрители! В ближайшие выходные пройдут основные мероприятия, посвященные 250-летию со дня основания Института Пандида Хамбалам в России. Напомню, что в 1764 году императрица Екатерина II ввела титул Пандида Хамбалам для главбуддистов, что, собственно, и стало основанием для формирования в нашей стране собственного института буддийских иерархов. За четверть века на этой должности проработали 24 священнослужителя. И сегодня у нас в гостях ректор Буддийского университета Дашичайн Хурлина имени первого Пандида Хамбаламы, Дамбы Даржизаяева, Дамбырова Дашибалданов и депутат Народного хурала, председатель комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Цыдинджамб Батуев. Здравствуйте. Первый вопрос вам, Дамбырова Вакша. Прошло ровно 250 лет, как руководство страны признало буддизм как официальную религию. Как на ваш взгляд, каково на ваш взгляд значение этого поступка? Была ли это историческая необходимость или дань уважения части населения Российской империи? Думаю, с утверждением вот этого института, вообще как религия, буддизм, получила свое место в нашем государстве. И если так посмотреть на роль, значимость этого института, я думаю, что она сыграла такую объединяющую роль. Ну, если так представить, то было в то время несколько групп лам, скажем так, и они вокруг объединялись возле одного учителя и разнообразно, может быть, и находились на разных местах. А вот утверждение именно института Пандида Хамбалам, главы буддистской церкви, как еще тогда называлось, она как бы объединила и создала вот такую некую, по-современному говоря, организацию, которая уже могла продвигать свои какие-то проекты, по-современному говоря, и заниматься какой-то деятельностью. И это большой толчок в том, что вот именно получив вот такое, скажем, утверждение от высочайшего правителя, если они могли уже вправе совершать какие-то действия, связанные с развитием именно учений. Здесь, я думаю, что мы понимаем интересы Российской империи в лице императрицы, и интересы местного населения совпали. То есть где-то вот с начала 17 века началось проникновение буддизма как некой религии. Это сегодня легко рассуждать, что это мировая религия, которая нашла последователей, очень много исследователей, последователей. А в то далекое время на окраинах Российской империи, понятно, было неспокойно. Местное население привыкало, так скажем, к новым порядкам и к осознанию себя части империи. И в это время начал проникать буддизм. Ну и, соответственно, руководство Российской империи восприняло это как историческую данность, как объективную реальность. Нисколько не проводило такой резкой политики невосприятия. Ну а со временем, исходя опять же из государственной политики, поддержало в принципе единоначали. Или это все-таки была необходимость, потому что давайте посмотрим, это все приграничные зоны. Таким образом власть признала официальную религию и поддержала таким образом население официальное. И два зайца убило, и население поддержало, и границы таким образом укрепило. Ну здесь видите, как я почему оговорился, что очень много исследователей по данному поводу, вообще истории Российского государства подтверждает о том, что да, в действительности в 1741 году, чем мы можем законно гордиться, буддизм был признан официальной нашей государственной религией. А со временем практика и основные установки, догматические, так скажем, установки буддизма показали о том, что он никогда открыто не конфликтует с государственной властью. Что на тот период, я думаю, что устраивало руководство Российской империи. Хорошо, давайте представим на секунду, что не было этого исторического указа. Не был бы официально утвержден институт буддийских иерархов. Как развивался бы буддизм? Ведь именно официальное признание дало толчок, к примеру, для строительства датсанов, правильно, университетов. То есть уже у духовенства был рычаг для разговора с местными властями, правильно, опять же, для строительства различных объектов. Здесь, опять же, есть одно непреложное правило. В истории сослагательных наклонений не может быть. Да это понятно. Не может быть. Раз получилось так, так, значит, получилось в интересах и людей, которые решили исповедовать буддизм, и власти, придержащихся. Но это мое мнение. Может быть, у Дембурла Вахше другое мнение. Ну, наверное, это через, если даже не 1764 году, может быть, и позже, все равно бы это, наверное, произошло. Потому что к тому времени буддизм начал распространяться, скажем, и люди начали с интересом относиться именно к этому учению. Потому что предыдущее учение не, скажем, удовлетворяло потребностям того времени. И, скажем, вот, когда буддизм уже начинал привлекать интерес у людей, ну, наверное, через какое-то время все равно бы произошло, я так думаю. Отлично. Хорошо. Вот у нас в стране пандиты Хамбалама, да? А как, например, в других странах, как их называют, как их определяют? В других странах, ну, в частности, если говорить про тибетцев, то у них также хамбаламы, ну, есть также трипа, но трипа имеется в виду обладатель трона. Но они также избираются из таких опытных уже лам монахов, ну, сроком на какой-то период. Ну, в избирании его служат, конечно, и ул. То есть их избирают, да, как и у нас бандиты Хамбаламы? Да, сейчас уже полное уже такое избирание происходит. И избирают из числа именно таких опытных, которые обладают ученостью. Здесь, Сергей, вот, допустим, Тибет, это чуть-чуть далеко. Вот наши соседние Монголии. У них исторически сложилось так, что каждый дацан — это хамбалама. Как у нас говорят, Ширета, настоятель, у них хамбалама. Да, у них хамбалама, и все-таки у них есть общий хамбалама. Но здесь, скорее всего, срабатывает такой принцип того, что вассал моего вассала — не мой вассал. У них, значит, самостийность вот этих дацанов очень высокая. Чего не скажешь про наш устав и про организацию работы традиционной санхи. А как они определяют своего верховного? То есть так же это выборы или все-таки они вот... Нет, скорее всего, там Гандандацан — сложившийся центр по многочисленности, учености, традициям. Он как бы является над остальными дацанами главенствующим. И по, скажем, сложившемуся праву руководитель вот этого дацана становится верховным хамбаламой. Вот мы заговорили о Тибете. Как вы относитесь к заявлению Далэ-Ламэ о перерождении? В частности, ограничения Китая, вот ваше мнение? Ну, в том плане, что 15-й Далэ-Ламэ, если будет, то он наверняка будет чисто таким духовным лидером. До этого, если же статус Далэ-Ламэ был таким, что он являлся и духовным месецким правителем народа, а сейчас уже тенденция идет к тому, что Далэ-Ламэ будет только возглавлять духовную вот эту статью. А как насчет того, что перерождение с ней будет рожден в Китае? Ну, это, наверное, точно не знаю. Это я не могу сказать. Но перерожденцы такого уровня, высокого уровня, если перерожденец, то он может избирать, где ему рождаться и в какой области, и стоит ли ему вообще рождаться, есть ли польза от того, что он рождается. Поэтому перероденцы могут выбирать место, где они могут рождаться, место будущего родения. Ну, то есть, Далэ-Ламэ говорит, что в Китае не родиться, то есть от этого не зависит, да? Да, не зависит. Хорошо. Буддийское сообщество всколыхнуло интервью главного редактора журнала «Буддизм в России», в котором он, мягко говоря, некорректно выразился как в адрес буддистов, так и буддизма в целом. Ваше мнение по этому поводу? Мое мнение о том, что каждый человек воспринимает определенную ситуацию по-своему, и каждый ученый говорит об одном предмете также по-своему. Поэтому я думаю, что это его чистый взгляд. Его субъективный взгляд. Сереби Матчу. Ну, Дубрил Бакша не может по-другому говорить. Он же миротверждающий, успокаивающий должен говорить. Ну, а я скажу вот как... Ну, каким образом? Ну, во-первых, мне бы очень хотелось увидеть сам этот журнал, его содержание, его периодичность. А выступление в ключе того, что мины не взрываются, гранаты не бросают, поэтому последователей буддизма где-то можно не замечать. Ну, во-первых, это очень опасно. Это очень опасно. Это на грани, так скажем, каких-то призывов к возможным антиконституционным действиям. Но, во-вторых, нелогично в плане того, что как редактор федерального журнала, как он себя называет, буддизм в Российской Федерации, он расходится с основными канонами буддийской религии. Ну, а в-третьих, в-третьих, мне не совсем понятно, почему именно вот в канун 250-летия этой исторической даты появилось это интервью не раньше или не позже. Скорее всего, есть здесь какая-то определенная ангажированность. По заявлению Кадырова, различные течения мусульман будут объединяться в одну религиозную организацию. Как насчет буддистов? Например, как наши традиционные буддийские регионы, Тыва, Калмыкия между собой сотрудничают, дружат или нет? Есть ли какие-то тенденции? Ну, вот сотрудничество с нашими другими буддийскими регионами происходит именно таким образом, что приезжают ребята обучаться в нашем университете. И вот таким образом мы друг с другом сотрудничаем. Не в том плане, просто пришли, поговорили друг с другом, а так явно дело, какое мы производим в плане того, что какое сотрудничество происходит, именно мы учимся друг у друга, скажем. Они в основном приезжают и обучаются у нас. Санха же объединяет правильно все эти регионы. Они фактически, по сути, должны как-то подчиняться Дамбе, Аюшееву, как-то вот сотрудничать, какой-то план мероприятий должен быть, наверное, да? Я вот по этому поводу уже писал в газете «Бурятия». Вот почему в известные 90-е годы нынешнее руководство традиционно-буддистской санхи приняло вот эту аббревиатуру и эту форму? Почему не стало прямым преемником Центрального духовного управления буддистов СССР? И оно, в принципе, могло также называться Центральное духовное управление буддистов Российской Федерации. Ну, что, казалось, было бы логичным, да? Мне кажется, не все так просто, как на первый взгляд. И поэтому на тот период, скорее всего, это было правильное решение. Но сегодня, в условиях вот этих глубинных глобализационных процессов, когда те или иные народы, нации думают о будущем, я вот здесь, благодаря вот такому тесному общению с председателем Верховного Совета Республики Алтай Иваном Итуловичем, с коллегой председателем Верховного Совета ТВ Канул Тимуровичем, могу сказать о том, что они во время приезда в республику обязательно встречаются с 24-м пандитом Баламой, вот, там Боя Шеева, и как раз-таки говорят о необходимости расширения буддийской религии в своих регионах. Тем более, что в Таеве позиции буддизма в известный период были очень стабильные, но известные процессы помешали. В республике Алтай тоже было прагнитновение, но за этим что стоит? Вот, за этим что стоит? Вот эти два человека понимают о том, что в условиях глобализационных процессов нужно приобщаться к мировой религии. И в данном случае они проводят работу, и, мне кажется, достаточно настойчиво, вот, количество учащихся ураков возрастает. В дни поклонения 12-му пандитом Баламе приезжают очень многочисленные делегации. Вот в этом отношении я не исключаю такого объективного процесса интеграции. Но в каком это виде будет сделано, ну, здесь, наверное, зависит от многих факторов. То есть вы говорите о реформе Санхи в целом? Возможно, не реформе Санхи, а объединение на основе Санхи всех буддистов Российской Федерации. В завершении программы расскажите о юбилейных мероприятиях, где они пройдут, что интересного нам ожидать. 27-го числа пройдет конференция, посвященная вот 250-летию празднования в Волгинском Дацане. После этого на следующий день, 28-го числа, также в Волгинском Дацане пройдет хурал, посвященный Итигдалу Махамбаламе, и после этого традиционный Ирингурову Наду. 25-го числа мы проявили определенную настойчивость. 25-го числа у нас будет проходить традиционный праздник наш в местности Улзиндова. Это рангойское сельское поселение на месте рождения 12-го пандитных хураламы Ташидаржо Этиггилова. Я думаю, что 250-летний праздник был бы неполным, если бы мы нарушили бы вот эту традицию и не провели бы вот этот наш праздник там, где 12-го пандита Хамбалама в очередной раз вот пришел в этот мир. Я благодарю вас за участие в нашей программе «Исчерпывающие ответы». Напомню, что сегодня мы говорили о 250-летии учреждения Института буддийских иерархов Пандида Хамбалам. У нас в гостях был ректор Буддийского университета Даши Чайнхурлин Дымбрыл Даши Балданов и депутат Народного Хурала, председатель Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединением Туниджаб Батуев. Спасибо большое. До свидания. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова